А вот когда немцы попадают к нам, если они не знают русского языка, все нормально, если они знают, им конец. Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье, доучить. Он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные, с одной стороны написано открыто, с другой закрыто. Вот, он зайти зашел, а выйти не может. Слушайте, вы устанете когда-нибудь или нет, скажите честно, это ж невозможно. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит, бабусь, у тебя что это за овощи? Она говорит, это белые помидоры. Он говорит, белые? А почему они желтые? Она говорит, да потому что они еще зеленые. Вот как это можно понять, ежели не гипоталамусом? Но когда он шел по большаку, я боюсь вам это рассказывать, он шел по большаку... Хорошо, вы вернулись, я ждал этой истории, пока вы сядете. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора. Так, приготовьтесь, да, как меня пародирует, мол, наберите воздух в грудь. Пародия, пародия, а наберите. Он увидел, как бабуся выгоняла гусей и кричала им, пошли вон с собаки. Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. Вроде гуси. Он подошел к ней и спрашивает, бабусь, это у тебя гуси? Она говорит, а ты, милый, совсем придурок. Он говорит, а почему ты их называешь собаками? Готовы? Готовы? Она говорит, потому что они свиньи весь огород истоптали. Вот это энергия. Это можно понять только энергией гипоталамусом. Я видел нашего человека, одного, такого, тоже, полноватенького в Тюмени, нефтяник, бизнесмен, пьяненький, бежал за зонтиком в грозу. Вышибло зонтик, и он кричал зонтику. Это триллер. Гроза, он за зонтиком и кричит зонтику. Стой, падла, а то пропью. Казалось бы, я просто так это все рассказал. Нет. Вот так смеяться над собой могут только наши. Если бы я все то же самое рассказывал на Западе им, я уверяю вас, они бы меня выгнали из страны. А наши, вот за что я люблю наших, это за еще один главный наш спасительный задаток. Нашим говоришь, мы все дураки, они ура, давай, давай, и еще. Действительно ощущение, что все-таки мы дурашлепство из себя как-то выдавливаем. Напоследок, чтобы вы ушли отсюда с надеждами, что все не так плохо, рассказываю случай, который вмещает в себя все наши спасительные задатки. Человека обокрали в одном из провинциальных городов. У него остались деньги только карманные. Он решил жене дать телеграмму на эти деньги, чтобы она выслала ему какие-то тоже деньги. Пока писал адрес, денег осталось на одно слово. Вот. Нет, не на то слово. Вы готовы испытать чувство гордости за наших? Только наш мог найти одно слово, которое бы не только описало ситуацию. Нет, еще денег попросило. Готовы? Он написал. Пятидесяти рублируй.